Встречайте Игоря. Игорь, собственно, главный человек в Гипперионе. Кто об этом не знает. Сейчас проверим, как всё работает. Включены ли микрофон? Нет, слушай, я говорил в другой. Голоса нет. Я думаю, скоро он боится. Давай в Махмонс. Нет, я думаю, что всё хорошо. Голос должен появиться. Я спою пару песенок, которые я, конечно же, пел когда-то очень давно. Какие-то там в 80-х годах, в конце 80-х. Пел я их очень давно, слова, конечно, я не помню. Но Антон очень красивый. Поэтому постараюсь их использовать. Скрипят колёса под телегою моею, Я снова мчусь, я по-другому не умею. Ищу добра, прибав, дорожные объятия. И неизбежно пытаюсь избежать я. По ковырям, по лужам слёз, по старым бедам. По свету тысячи колёс я молча еду. Не знают устали, не ведают износа. Мои проклятые, надёжные колёса. Крёса катят пыль дорожную сбивая, Из мостовых булыжных искры высекая. Бывает узок шлях меж правдаю и ложью, И, послившись, я лечу по бездорожью. А по обеим сторонам такие дари, Мечты отлитые в берёзовом металле. И города мерцают крышами белёза, Их оставляют позади мои колёса. И куполами блестят крестами золотыми, Как те годы, когда мы были в обилии. И как останки наших мыслей дерзновенных, Лежат щиты и шлемы братьев униенных, Ах, мне бы в цевы города мог бы возвратиться, Собрать, брать и умирать не торопиться. Ах, мне бы кубарем сродимого откоса, Да слишком быстрые несут меня колёса. Да слишком быстрые шальни и гонистые Несут меня колёса. Ещё одна песенка, которую, наверное, только ленивым не пел. Теперь на пристани толпа и гомонит, и рукоплещет. Из ныне стран пришёл корабль, его дисков отжигал. Глит восторгом каждый лик, и каждый взор восторгом блещет. Спускают рапки, ведь салют матросы сходят на причал. Сияни слабых, слепитых, будоражит звон регали. У них давно уже готов о шалмаряющей рассказ, Как нищенили живота и свято-честь оберегали. И всё прошли, и превзошли, и осознали лучше нас. Ты знаешь, я не утерплю, я побегу полюбоваться. Я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Ну сколько можно день и ночь с тобою рядом оставаться, И любоваться день и ночь тобой больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах, и шум толпы так ясно слышат. Я различаю робот волк, я гневлю пушечной вольве, А ты смеешься надо мной, ты ешь варенье из вишек. Ты мне не веришь ни на гроши, я не верю сам себе. Вот так идёт за годом год, вокруг царит столп от варенья, И век за веком растворён водовороть суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишнёвое варенье, И на земле его никто не ест красивее, чем ты. Иски божественной руки всегда один и вечно новый, Ни в ложке ягодка блестит, ни донесённая до рта, Ни кровь, ни слёзы, ни вино. Всего лишь только сок вишнёвый, Но не уйти мне от себя и никуда, и никогда. Т Sent. А на сцену выходит Алексея Марченко. Встречайте. и провожаем Игоря Белого в бурном этапе снято. У меня стандартная просьба, если, возможно, чуть поменьше гитары, а не то, а то я буду так сильно мазать мимонатик. Я начну с достаточно позднего произведения. На двухколесном небезопасном, я к печали, что не от своего взял покататься и покатился. Только и видели малолетку, он уже в центре аттракциона, благо, что кепка на нем не в клетку, а металлический звон и грохот, лучшая музыка для него. Музыка рядом реет и веет, будучи тоже, как он, дитя, тоже и навыка не имеет, но не робеет во свет летялое. Все горячее, а на плавенее сумерком плесткою золотяло. Зрителей просим не утруждаться здравыми отзывами извне. У акробата своя забота, он впервые один и шпагате, он игнорирует равновесие, благо, что музыка на подхвате. Словом, живется ему нескучно, так поначалу жилось и мне. Тоже свинелось и гремелось без угомона не по уму, но докатилась та неумелость, да понимание, что к чему. И обратилась в окаменелость, я рассказал бы о ней ему. Да не услышит, сел и поехал, он не надеется помнить о тормозах, позабыл и мчится. Хрупкого транспорта не жалеет, не разумеет цены помехам и не заметит, как одолеет. И не получится разучиться, так и придется потом уметь. Если недолго, пусть недолго, лишь бы на первом уже лету. Мокрый асфальт и черная Волга не сокрушили музыку тугу. Лишь бы не вдруг она поленяла, даже отделавшись хромотой. Лишь бы и дальше не понимала, что ее держат над немотовой. Все бы циркачку напоминала, супер, как сблестка золотой. Как сопоставление, можно сказать, из более раннего периода песни. Под знаменем фортуны, до боли, до дрожи, настраивал я струны, прости меня, Боже. И пел в восторге диком о счастье великом. О счастье было сладко, но редко и кратко. Отцвел мы дальний берег давно и набрасно. Звезда моих Америк взошла и погасла. Поднявшись из долины почти до вершины, я двинулся обратно, зачем, непонятно. Капризные арены мой дар погубили, корыстные царевны мой жар потушили. Одна на свете дама и та моя мама. Меня любила просто, ни за что, ни брошно. Смычок пришел в негодность, струна истребалась. Моя былая гордость до дна исчерпалась. Людей просить не смею, целей не имею. Тебя просить не гоже, и все же, о Боже, пройдя любовь, измену. От края до края всему нашел я цену. Цена небольшая, не дай мне, Боже, боли, ни дрожи, ни боли. Взамен всего такого ты дай мне покоя. Пускай дымятся где-то и степи, и горы. Куда в мои-то лето мне эти просторы? Пускай в иные страны текут океаны. Зачем, зачем, владыка, мне столько воды-то? Ручей, очаг и ложе, не больше, о Боже. Избавь, мой слабый гений, от всяких учений. Не нужно мне сорбонны, но дай мне свободы. И я, призрев лавины, дойду до вершины. До горнего утеса, до высшего класса. До главного вопроса, до смертного часа. Когда в одеждах белых, сквозь первые вьюги, На мой отсветший берег следят твои слуги. Ну, переход к другой теме наметился. Государствоведческие песни, как выразился однажды автор. Профан по всем остальным наукам, ладно. Я не о тех талантах, к чему, к чему, А к дворцовым трюкам ты мог привыкнуть Еще в инфантах. Расчесть хотя бы азы карьеры, Монарх обязан уметь вслепую. Бросаем все, принимаем меры. Садись, записывай. Я диктую. Поскольку аз есть. Церемоний мейстер. Сречь действительный. Магистр, молчи, не спрашивай. Чего, 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 чего? Сам чувствуешь, должно быть вопрос, нелеп ответ. Всего, 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 всего. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам, та-дам. Премьер-министра позвать и в морду. Паша казнить, королеву выгнать. Сыграть с Европой на выход к морю. Во что, не важно. Главное выиграть. Казна, грязна, велика забота. Такие деньги, если подумать. Мы сами в силах отмыть в два счета. Но ты не пойдешь мыть, и я не пойду мыть. Рабы не мы. Тут есть и помоложе. Мерзавцев набран полный штат. Молчи, не спрашивай. Зачем, 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 зачем? Волк, волку не опасен. Наоборот, так вот. Затем, 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 затем. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам, та-дам. Какой же ты, я не знаю, глупый. А, между прочим, давно за тридцать. Вели болтливый и мокрогубый. В фронте заткнуться или закрыться. Ползком не вышло. Возьмешь наскоком. Перед возьмешь поставь запятую. В особых случаях я под боком. Не спи, записывай. Я диктую. Поскольку аз есть, царь ему не мейстер. Мне этот утренник вести. Молчи, не спрашивай. Куда, 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 куда? Чу! Слышишь отголоски? Бинокль, зришь, так вот. Туда, 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 туда. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам, 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 та-дам. Та-дам, 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 та-дам. Для продолжения начатой темы я приглашаю на сцену Марию Кроль. Я бы, может, хотела лирику. Но дискурс требует. Дискурс требует. Даже дискурс. Не возьмут меня в Щербакова. Ах, король, ты вождь, вождей монархия твоя несокрушима. Доблесть гвардии твоей по заслугам не уступит славе Рима. Всадники горцуют в лад кораблей, у берегов ведут ученье. И гордиться населеньем в воскресенье, наблюдая сей парад. Нет, не лгите гумовья, не поверю, вы болтливые лукавые. Сникла гвардия моя, и давно уж нет ни славы, ни державы. И причалы, и судоверфь, и поплекшую армаду у причала. Источил древесный червь, сыпь морская раскачала. Это мне за то, что войны, начинал всегда я первым. Ах, король, ты чудодей, и воистину себя увековечен. Тем, что всех своих людей воспитал, образовал и обеспечил. Каждый скромный господин от четверт твоих блажен живет в достатке. Сад у каждого в порядке, фрукты, сматки и на грядке герки. Нет, не верю никому, верю собственным глазам. И то не очень. Остров мой одет во тьму, и порочен лютый суд, неправомочен. Ни садов, ни добрых дел запустей, и не считай раздолье блуду. Стольный камень почернел, кабаки царят повсюду. Это мне за то, что храмы я любил сильнее, чем мога. Ах, король, ты друг детей, и наследник твой достоин королевства. Ибо твердостью своей он согражданам известен смоленством. Он не плачет никогда, никогда, он не поет и не смеется. Он мечтам не предается и зовется человеком изо льда. Нет, молчите хоть о нем, пожалейте. Все и так с кругов сместилось. Сын мой бедный стал шутом и навеки растерял невозмутимость. Там, на площади, где сброд и базар, и балаган, и гомон шумный. Он и плачет, и поет, и смеется, как безумный. Он и плачет, и поет, и смеется, как безумный. Посему теперь прошу вас выйти вон и ждать у двери. Через час ходите смело, но меня на вашем троне не ищите. Не найдете. По-мажорнее сейчас. По-прекрасному. Спроси меня, зачем казнили гения, за что пророк в шее получил? Зачем прогресс дорос до изумления и ничему людей не научил? Зачем они лишились долголетия, не сберегли ни боль, ни чуть я? Пускай за них нисколько не в ответе я. Спроси меня, тебе отвечу я. Во-первых, не хватило электричества, тротила не хватило. Во-вторых, потом века монгольского владычества, Блондинов превратили в вороных. А тут еще разрозненные княжества, хронически во всем недопочим. Прибавь сюда моральное убожество, подклевь феноминальное невежество. Учти радикулит из каталожества, и мало не покажется причина. Спроси меня, зачем на фоне прочего? Не сглазит ты ни молден, ни динов. Зачем любовь твоя, сказав еще чего? Не знам, а с кем бежал в кишинев. Зачем вперед глядишь, ты заторможена, и ценишь то, что лучше бы забыть? Зачем судьба к тебе не расположена? Спроси меня, отреть, что так и быть. Во-первых, не хватило электричества. Потом открыли порох и топор. Казачество ушло громить язычество. Да так и не вернулось до сих пор. Политика ударилась в эстетику. Наука заиграла на трубе. Прибавь сюда дешевую косметику, Пришей косноязычную грамматику. Учти дальневосточную экзотику. И мало не покажется тебе. Спроси меня, зачем унывы думают? Среди забав я часто обращен. Зачем я лишь о том все время думаю? Как сделать, чтобы не думать ни о чем? Зачем мои благие начинания пропали зря, И жизнь не удалась? Зачем я червь? Зачем величина не я? Спроси меня, отвечу не таясь. Во-первых, не достало вдохновения. Свобода опоздала во-вторых. Потом раздоры местного значения Коснулись территории мировых. Язычество ушло ограбить казачество, Испортилось бульварное кольцо. Прибавь сюда монгольское владычество, Учти борьбу количества и качества. Опять же никуда без электричества, В итоге результаты налицо. Спроси меня, зачем еда и сладкая? Зачем вода из крана не всегда? Зачем зима, зачем погода гадкая? И темнота зовет, иди сюда. Зачем в ушах какая-то перкуссия? Повсюду хлам, окульки, чешуя. Что довело планету до бескуссия? Спроси меня, тебе отвечу я. Сначала хватало электричества. Потом избыток он его вредил. Мешали рецидивы крепостничества. Но выводов никто не выводил. Амбиции прячали непомерные. По рации кричали, черти что. Хоромы громоздились непросторные. Просторы колосились лучезарные. Законы соблюдались иллюзорные. Журналы издавались нецензурные. Осадки нападали атмосферные. Регали сияли сувенирные. Идеи возникали плодотворные. Анализы велись лабораторные. Этюды исполнялись доминорные. Выигрывали белые и черные. Ну и больше глубине философии. Вперед. Приволь я в здоровом теле. Крепкий дух и порядок древний. Но нельзя же на самом деле Целый век посидеть в деревне. Заливая стакан завор, И договорю тебя так, как инструктор. Отправяйся, малютка, в город. Станешь доктор или кондуктор. У кондукторов нет никакого стыда. Не работа у них, а забава. Разъезжай на трамвай налево, На право и горе тебе не беда. И слава богу, там уже платят. Пускай немного, но пива хватит. Зато не в поле, не среди лесов. Это по прямотуре конца прогресса. В городе тоже лужи, нет резвой рожи даже. Только все же там вряд ли хуже, Ибо хуже уже куда же. Не избавят от черствых коров, Здесь один царь, не дует трактор. Так что ты отправься в город, Станешь доктор или редактор. У редакторов нет никакого стыда, Никакой страшный суд им не страшен. И не знают они, не конюшен, И башен знать не хотят никогда. И на здоровье, на нет судамет, Житье коровье, у него с не тянет. Когда свобода, у нас природа, У них культура. Ничего, что дороги плохи, Ничего, что гормот работ. Накопись, собери покровь, И сколько сможешь, и топай в город. И в глаза презирай того, Кто обзовет тебя сельским фруктом. Из тебя выйдет славный доктор, И редактор, и редуктор. У редукторов нет никакого стыда, Их вовсе ничто не волнует. И мы бог не стреляет и спит, Не дует ни служба у них, А мечта стреки купоты. Груди бедали, а мы вороны, Мы проморгали, а мы не боги. Чего посеем, Кого в итоге и поимеем, Если сумеем, если успеем. Еще раз поблагодарим Алексея Барченко, Друзья, знаю, что там очень много людей, Которые пришли позже других, Вот пока сейчас выходит Следующий исполнитель, У вас есть возможность Быстренько проскочить в гардероб, Потому что, да, На самом деле, Потому что я понимаю, Что стоять очень тяжело будет В такой одежде. Там гардероб, Если кто-то вдруг не знает. Встречайте Алину Михайловскую. Спасибо. Это невозможно, Когда эти микрофоны делает Сергей Злачевский Один из лучших исполнителей песен Щербакова. Это я просто... Здорово, мы сегодня еще услышим. Это мы сегодня еще услышим, да. Знаете, вы делаете, что хотите, Я пока поговорю. Вот, да, ну мне, да, А зрителям не знаю, как будет. Да, видно. Сережа, чуть-чуть повыше вот это. Можно, да? Я, собственно, хотела сказать, Что песни Михаила Щербакова Меня настигли где-то в 14-летнем возрасте. Вот, да, у тебя, да? Вот, примерно в таких обстоятельствах. Вот, был добрый человек, Который меня спросил, Знаю ли я песню Щербакова, Нравятся ли они мне. Я сказала, мне не нравятся. Он спросил, а что ты слушала? Я сказала, песню Трубач. И слава богу, что этот знакомый был умный. Он спросил, в чьем исполнении ты ее слушала? Я назвала фамилию товарища. Вот, он сказал, понятно. И на следующий день принес 8 кассет Щербакова в авторском исполнении. Вот, в общем, с тех пор я люблю песню Трубач. И с подозрением отношусь к исполнителям Щербакова. Ах, ну почему наши дела так унылые? Как больно дышать мы бы с тобою могли. Но где-то опять некие грозные силы Бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни гласит, как ни реметка на надо. Вот, сколько ни бей, все небесам ни почем. Ах, я бы не гляд, это тут дело окаянный. Но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный. Ах, этот палач, этот подлец и пояс. Бросил ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапартом, даже вовсе не воин. Он лишь человек, что же он волен решить. Но будто бец, слез наших ветер не вытер. Мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж него смутим, ты горделив, как Юпитер. Что тешит себя в этом дыму неудачи? Я здесь никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом завис. Я ни от чего, ни от кого не завишу. Встань, делай, как я, ни от кого не зависть. И чтобы не плел, куда бы не вела я вода. Жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода. Да, только о них все остальное не в счет. И еще одна песня тоже из глубокого детства, очень любимая. Затем же, зачем, рыжий клоун, рыжь, Жених твой тебя предпочтет вдове? Затем же, зачем на земле Париж? Ты будешь безвызну жить в Москве. Ты черную должность ему простишь. И замуж без слов за него пойдешь. Поскольку, поскольку щебечет стрижь, Ты будешь примерной женой, ну что ж. Ты въедешь в одну из больших квартир, Где сможешь в избытке иметь всего. И станешь там чистить его мунти и орден, И штатский костюм его. Доходными будут его труды в праздник. Решив отдохнуть от дел, Он сядет кутить от богатой мзды. Затем же, зачем белый клон бел? Участвуй в веселье, пирог готов. Столы накрывай, развлекай гостей. Но помни, пока лишь шампанским Кровь и слезы варьет. Не пей, не пей. У Алины было запланировано изначально три песни, но... Я гуманист. Но она гуманист. А на сцену приглашается звукорежиссер сегодняшнего концерта Сергей Злачевский. Год назад, когда Сергей просил что-нибудь Хоть что-нибудь сыграть, потому что он очень красиво поет, Он сказал, нет, я уже давно не держал гитару в руках. Мне очень радостно, что он вообще пришел в Гипереван. Не просто так. Я прям не знаю, после таких комплиментов, как вообще вы сказали. Особенно в связи с тем, что я не то, что не репетировал, я раз в год гитару вообще беру. Сейчас я тут немножко положусь. Дальше. Спасибо. 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 Будем считать эту гитару настроенной. Захочешь? Не хочу, спасибо. С наземной льготой Знаться поздно Беречься поздно Лодка снаряжена Гребцам сигнальщик В помощь позван Он руку поднял Напряжена она Как хищник в цирке В нем лет плетке Следим мы в лодке Не хотим за рукой Спасаться поздно Людно в лодке И плотно лодка Окружена рекой Все реки к морю К морю течет И это Вдал Того же цвета Что и закат Над ней Где мель Где омут Вместо примет Понятных В закатных пятнах Бакиным без огней Теперь мы Вправе Биться о камни С треском В потемках Молкнуть Даже кричать Ау Но не прилегнуть К якобы верным Средствам Для поддержания Я Якобы На плаву Никто и не помнит В чем их польза Немногим в пору Пояс или жилет Вдоль твердой почвы Влечься Поздно Беречься Поздно Берега больше Нет Все реки К морю К морю течет И это Того же цвета Что и закат Над ней Где мель Где омут Вместо примет Понятных В закатных пятнах Бакиным без огней И Основом Острадный оркестр Должен быть, мне так кажется Музыка Сергея Труханова А, следующее, без музыки Стихотворение 91-го года Не тревожьтесь, пустынные жители Не бросайте своих церемоний Никогда иноземные кители Не устроят здесь пышных колоний Никогда ваше племя восточное Не ускорит тягучего хода Никогда ваше время песочное Не прервется рукой садовода Это нам все потемки до сумерки Это нам чудеса с фарусами Это наши потомки-разумники Не согласны с отцами-глупцами А уж вам ни к чему беспокоиться Никогда ваши боги не лгали Никуда ваше солнце не скроется Продолжайте шагать, как шагали Следующая песня Написана в 91-м году Какое-то стихотворение И звучит она нынче Может быть немного странно Но Может быть просто нужно Помнить, что это было Давно Что сделать, чтобы не волноваться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнали Симон. 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 Что делать? Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Создают эту боль, но не скорбь, этот сон, но не смерть, а движение к смерти. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Поэтому мы резко произвели замену, тем более, что одна песня сегодня уже прозвучала, не на музыку Щербакова. Я хочу спеть еще одну. Тем более, когда еще доведется услышать ее в исполнении автора. Уж если хотя бы в округе, хотя бы местами Немертое поле, пустошь повсюду огряды, И даже сады кое-где не было же намеки, И знаки в кромоле искать иноземный. Ловить в чаровейском кристалле в темной воде, Сначала собрать надлежит урожай с грядки веток, В тяжелые ведра. Всю зиму затем эту снедь, Поедать и хвалить, что вкусна, и только потом, Ни быстро, ни бодро, Должно быть принесся весна. В суровых провинциях люди живут, Понимая, в чем толк и основа, Фамилийный держась десятины, И пользуясь днем световым искать или искать, Отучайся прямого, Ты с ними сближение, Оно не сулит продолжение конспектом твоим. Забудешь, чего удостоют, И что не доскажут суровые люди, Лишь песню запомнишь какую, А им запоют о смелевном холоде, Но здесь земля нас не любит, И тут же мажорный припев. В зачельник большое семейство Уляжется поздно, Отпраздновав пышно, Все в доме поглазит и смолкнет, Но старшая дочь не заснет, Проплачет она безутешно, Не слышно почти до восхода, И тоже не слышно под утро уйдет на восход. Дороги, где редко, но все же бывают повозки, Бывают обозы, А летом однажды мелькнул, И расставши, отерши бетро, Куда ты идешь? О ком эти слезы? В догонку не спросит никто. Предвидеть, что станется дальше, Умею не лучше, чем всякий прочий, Воздаст ли судьба золотыми, Из тех, что пока в тайниках возможно, Но тоже не быстро, не проще, Чем нынче и раньше, И тоже в черед, и с оглядкой, А больше никак. Сперва до холмов мелколесьем, Да там за холмами, Опять с мелколесьем, В обозном основе с бедой, На душе без гроша за душой, И только потом Поедет в предместе, И город начнется чужой. Ну и продолжая дорожную тему с короговорочкой. Не знаю, как там ландыш засверкал, Лерябью розной, Не знаю, как там весь пер веселивысью смыть невесты, Картину дня остается мне придется дать неясной, В слепых еще лучах, При первом рубком блеске дня. Не знаю, мраморка, Костыл ли впрок, готов ли к зною, Здоровый бургомист, Дорогего мадам, И же смею, Что граждане спокойно взгляд, Тем более не знаю, Но знаю, что один из них От сна уже восстал, Один из них уже восстал, И прочь от прочих, Ой, спать гораздо, За что и шлют их, Кстати, сплошь, На форумы и съезды. Идет он годом, Хотя почти всю ночь Смотрел на звезды. Рука перед собой Несет словарь Заморских слов. Не знаю, как там летгам, Как летгам, Там как там камлет, Спасился за кинжал, И до сих пор в сомненьях дремлет, Не каждый внемлет призраком, Ну кто уж точно внемлет, Так это наш знаток Заморских слов Сомнений нет, Сомнений нет, Близки ему и замок Эль-Синор, И остров Родос. Он чует, Сдвиг эклиптик, Должный час, На нужный градус. Вещан он ценит атрибут, Но так же чтит и модус. Сенатур Мавр, И Люмпинский, Правно родня ему. Паршрут его, Паршрут его, Ведет меж тем, К бреде, Или карьеру, Или транспортное средство, Ждет его, Об эту пору. И вот, Наивный, Как батлан, Затунчивый, Как уру, Кабину он словарь Пойдет, И следом лезет сам, И лезет сам. Кабина сто очков, И маму кровь удаст по праву, По левую руку левый борт, И правый борт по праву, А в центре на стекле портрет Весьма раздетый фраур, Ценитель слов, Ничуть не чушь, Подкожных нежных чувств. Не знаю, Как там Люмпин, Взят ли в рай, Внедрек ли в хаос, И с мыслью корректив, Какие военность вносит Эрос, Но знаю, Что чуть в небо ткнет Перстом буруку на Эрос, Уже заток его хавал, Уля, Прошу взглянуть, Прошу взглянуть, Не в логер надзорный режет он, Камыш и груз, Его не почта, Открытый океан, Пред ним криминальная таинца, В трюме нечто, И вакар, Полоза, Какого хочешь, Света, Какая хочешь, Мачта, Пуссоль, Сикстан, Квадран, Бланд, Бломбра, Игрочку, Все к ее, Грун, Рамбра, Это он, Только сясь в машине типа Грейдер, Блондо безверха давит он, На газ, Как изи райдер, И мчатся с ним, Блондо, Брежит Вардов и Ромик Шнайдер, Когда мотор заглохнет, впрочем, нет такого я, вообразить не в силах. Я не знаю, если я могу посвящать песню, но я могу посвятить исполнению. Мне хочется сегодня посвятить исполнению Леониду Блихеру, с которым мы знакомы 25 лет. Как раз познакомились на концерте Щербакова, и, в общем-то, эти реалии тоже к нему относятся. Между прочим, чтоб в Австралию попасть, нужно прыгнуть себе за разбег дальше всех. Вот я прыгнул, чуть в окно не улетел, а помлели все в спортзале. Физкультурник зафиксировал рекорд, и меня он. То есть, прям в чем я был моментально, тут же к Заучу повел. А вот, мол, полюбуйтесь, любоваться. Зауч пристально не стал, но заметно был, что доволен, рад. Даже тут же угоститься приглашил бутербродом. За бушениной у него их веющий в тумбочке запас. Он в столовой для собак их берет. Между прочим, исключительный кобель, глупый, но красивый. И сказал он, зауч, то есть тем не пёс. Дескать, едешь на комиссию в Москву. Австралийский олимпийский комитет приглашает. Вундеркиндов едет группа. Завтра поездом ночным двое старших. И еще один, как ты, тоже местный. Ты прыгнул на бигун, собирай, брата, ищи. Сел я в поезд, присмотрелся к бигуну. Обсудили с ним Австралию страну. Он сказал, что видел он ее в гробу. Я сказал, что тоже там же сговорились. Когда катим до Москвы, мы от взрослых оторвемся. Не догнать грязно от ссора. Погуляем где хотим, будет мол, что вспомнить. Подоптали мы столицу, хорошо сосчитали. Башни древнего Кремля возле Цума. Разругались, разошлись, в лужи никак сошлись. Обратно утром плина по площадке смотровой. Послонялись, посмотрели на закат. Дождь, солнце скрылось. Дождь пошел и стало нам холодно и скучно. Деньги наши утром кончились еще. Их ведь в общем сразу не было почти. За спасибо добрый счастник весь реча нас подвез там. На Каланчевке, на Казанском, где торговый закуток. Мы взломали продовольственный ларек. Нас поймали и посадили под замок. Эти сейчас не кормят. Дайте грифель, я на стенке напишу. Здесь был баблик из Ростова. На Тону с места прыгнул. Дальше он шим кенкуру. Вы его домой отправьте. День рождения через месяц. У него стопнет ровно. Он в Липуш с нацвет. Он в Ростове сам певицию пойдет и получит паспорт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это был человек Айсберг. В хорошем смысле. Владимир Павлович. А сейчас приглашается Олег Городецкий. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне вообще кажется, что это лучше. Вот это вот. Вот это вот. Так, наверное, оно будет лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИМА МАРОЗОВСКИЙ ГОВОРИЛ Там, когда его покусал Щербаков. В общем, по-моему, да, об этом уже вспоминать неприлично. Мало ли, как ли, а как. Главное, что покусал. А еще более главное то, что независимо от того, когда автором написана та или иная песня, неожиданно оказывается, что она потрясающе актуальна. Опять же, независимо от того, когда ее воспринимает слушатель. Вот такие, сколько там получается, четыре весьма актуальные песенки из разных времен. Песня середины восьмидесятых годов. Да, я же говорил, что это неважно. Ну, в общем, неважно. Называется, вот что важно. Один из немногих случаев, когда важно название. Песня «Внутренней службы охраны». День за днем терпеть мытарство, это жеребина шпаков. Охраняем государство мы от внутренних врагов. А врагов-то год от года больше только поспевай. Значит, нам одна забота взял лопату и копай. Через стены под забор роем, роем, там и тут. Рудакопы, шахтеры к нам в подметки не идут. С каждым годом все сильнее вредный ветер из Европы. Значит, нам одна идея, чтоб от каждого подкоп. Дел полон, а сил не густо истощается резерв. Наше трудное искусство не обходится без шерф. Так что вы в толпе, в народе, насчет нас не скальтесь зря. Вы ж пока мест на свободе только нам. Благодаря годам мчаться ноги носят, А настанут времена, и тогда потомки спросят, Кому вешать ордена. Спросят, кто родил всех воля на судьбу родной земли. Мы покажем, вот мозоли мы копали, мы спасли. А пока рукав засучим и полезем, Внутри углу всех скопаем, всех окучим. И отыщем, и отучим, и заснимем, и озвучим. И получим стильный руб три, четыре, дважды два, Пару балю на каждого. Не менее актуальная песня. Самая актуальная песня — это подстройка гитары. У меня претензий нет, амбиции ноль, эмоций тоже. Я в иное время мог бы не вернуться с Халхенгола. А теперь живут, дай Боже, Что мне чья-либо муза вокруг престола. У меня диплом чего-то там насчет кранбалок. Я его решил со скуки застеклить и в рамку вставить. Вот сижу, точу рубанок, больше ничего прибавить не хочу. Могут возразить аж, где же твой, допустим, идеал? Принципы, допустим, чем твои? Ты как на это дело смотришь? Я на это дело так смотрю, что ни хрена не вижу. Я еще когда-когда мог не вернуться из Норильска. Может, я кого обижу? Мой, однако, идеал Барбара Брыльска. Принципы мои просты с тех пор, как лет в шестнадцать. Понял я, что все бессмысленно и здесь, и на Плутоне. Стоит ли зубами клацать? Кто бы там ни восседал на троне, могут возразить, а что же, мол, пригорки, ручейки? Родина, допустим, нация. Ты как на это дело смотришь? Я на это дело так давно смотрю, что насмотрелся. Я еще как-то год назад мог не вернуться из Чикаго, а вот никуда не делся. Вынырнул вблизи родного стяга. Вон броневички гудят, гудят, гудят. Влюбиться можно. В них боевички сидят, 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 салют мальчишу. Мне же это все не важно. Вас же, господа, прошу, чините крышу. Станут уличать, зачем, мол, в голосе слеза. Это не слеза, а насморк, возражу. И объясните, кстати, что такое в речи вашей? Значит, верь, не плачь, надейся. Чем определен сей смутный оптимизм очей славянских? Что такое, значит, смейся. Если во дворе орда в таких повязках Нечего обхаживать меня, как октябренка. Типа остальные умные, а я пенек и лапоть. Я готов смеяться звонко. Только уж позвольте мне сперва доплакать. Ла-ра-ра-рай, ла-ра-ра-ра-ра-ра. Да, при таком климате, безусловно, самое актуальное. Песня — это настройка гитары. Играет музыка Город слез, мечта-мечта Контрольно-пропускной режим Раскрась его во все цвета Вовек не станет он цветным Какой бы в нем смычок ни пел Какой бы кипарис ни рос Не здесь твои сады, а траг Здесь город слез В его стенах под звон цепей Хожу, прижав ладонь ко лбу Здесь мог бы я, хоть сам плебей Открыто презирать столбу Здесь мог бы я свинцу Живот подставив, избежать сидим Но даже умерев, не мог бы побыть один О город слез Не странно ли, что вновь и вновь Пять лет назад, вчера, сейчас Мне хочется сказать Кому-то помилуй нас Кому-то помилуй нас Кому-то помилуй нас вот и не менее актуально но хотя бы с более открытым финалом все хорошо не надо краше свежий пленэр живой задор новый узор на патронташе правый аллюр во весь опор молодо смотрит лунный профиль словно только сотворен и всевозможная картофель так и цветет со всех сторон единогласно из резерва перевели меня в стрелки но подо мной не конь а себра скачет уставу вопреки кроме того я часто вижу другую сторону луны то это все к ней а не к Парижу взоры мои устремлены звезды горят огнями эльма бешено вспять бежит большак но горизонт такая шельма все же не ближе ни на шаг зебра моя скачи не падай слушай не робко волчий вой я награжу тебя наградой только не падай пада мной скоро рассвет форпост граница в кухне зажарят каплуна веки замкну и мне приснится что сам я тоже как луна что как она зимой и летом так же имея два лица свечу я отраженным светом а он рассеевается все хорошо не надо краше краше не может быть никак новый узор на патронташе звездное небо молчий мрак это был рэк Городецкий в сцену приглашается Лидия Чебоксарова и Евгений Быков если кто-то позовет Евгений Николаевич то я буду с ним бить да сидим вот это Евгений Быков посмотрите какой красавец это стало мемом у нас потому что история которая произошла с Лидом Александровичем Сергеевым однажды в Израиле он выступал и один его приятель который работает в доме для престарелых ну спой моим им будет очень приятно и вот он выходит и говорит я Барт Ленин Сергеев из Москвы он говорит говорите громче мы плохо слышим он громко говорит я Барт Ленин Сергеев что вы так кричите он говорит я пою пою песню свою и вдруг в средине песни заднего ряда голос такой посмотри какой красавец и я сейчас услышал эту фразу тоже ну вообще неуместны ваши рассказы про других бардов сегодня расскажите вот про Щербакова ну у меня тоже есть есть чем гордиться да есть повод для гордости потому что вот эта вот фотография Алексея Гальянова где редкое улыбающееся фото Щербакова блаженное такое это он с Женечкой разговаривает да вот видишь есть хлопают тебе уже ты еще ничего не сделал только пришел потому что красивый сейчас гитары холлоу вообще петь конечно песни Михаила Щербакова это так перефразируя знаменитого барда исполнителя великолепного Витю Гагина скажу что петь песни Михаила Щербакова это как анонизм самому приятно а перед людьми неудобно я вот смотрю на это действие и прямо не удержалась простите это Гагин сказал про блатные песни ну я кстати тоже я как и все тут присутствующие на этой сцене я тоже пребываю в заблуждении что я лучше всех пою Щербакова и да что я прямо вот вижу там такие подтексты которых никто не видит и это правда я действительно вижу не буду доказывать это сейчас нет я даже доказывать ничего не буду это просто бросается в глаза сразу я очки забыл еще в общем все все пропало ну это жар сердец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Неделю тому Рослым красавцем Таким, с белой такой Паперосой Близ городских ворот Бог леет за что К чему Все ни к чему Никаких никогда Не бывает Рослых с цветами Красавцев у врат Городских Ну вот и Плачет она Вот и кувшин Разбивает На семиль шесть Бог есть Метных частей Таких Мог же Ведь этот цветок Называется Розой Еще одно испытание Сможешь без очков Хором что ли споем Следующие две песни Можно хором пить Колыбельная Щербакова Интерпретация Дмитрия Дихтера И Галины Крыловой Колыбельная Может из настау Спит гавана, спят афины, спят осенние цветы. В черном море спят дельфины, в белом море спят киты. И подмирая собака улеглась в подсонный куст. И собаки снятся знаки зодиака, сладковатые на вкус. Старо-рапа, раз нет рампа, раз нет лампа у ворот. День уходит, ночь приходит, все проходит, все пройдет. Путь не длинный, не короткий, поцвист плетки, запах водки. Кратковременный ночлег, скрипы с осен, корабель, Взхлебы петь, колыбель, дальний берег, дружный век. Повис туман горячий на незрячих фонарях, Или поет певец бродячий о далеких островах. О мазуриках фортовых, о лухарской чайхане, И о кручиках фортовых, и немного обо мне. И о том, что кто-то бродит, ищет счастья, не найдет. И о том, что все проходит, все проходит, все пройдет. Век прошел, у нас все тоже ночь прошла, Прошел прохожий путь, не дальше захромал. Смолк певец, ушла собака, Только знаки за динамка, да дождинок похромал. День уходит, ночь приходит, Все проходит, все проходит, Все проходит, все пройдет. И в заключении наше выступление. Что в чужом краю, что лодчем, На высоком небосводе, Не увидишь ты алмазов, Да и кто их видел, впрочем, При какой такой погоде. Счастье капризно дай тревожит, А жизнь она и вовсе, Одна, второй не будет. Рим с собой взять не можно, Умаяч пока что возле, Папа Римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, Он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, Курс в порядке, мир живой. Люд заморский по руинам резво скачет, Пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле Не скакать пока живой? За сто лир цена смешная, Ты пломбир купи с изюмом, И направься вдоль белькор, Суленых барышей, Смущаясь, и рым в клеточку костюма. Ах, эти барышни глазами, Серьезными своими, Моргают так прелестно, Мы умрем, мы черт бы с нами, А вот что случится с ними, Совершенно неизвестно. На скамейке ренессансно, У античного забора. Не забудь, что ехать скоро, И бесед не проводи. Что там за архитектура, Тебе не бухая, Отдохни перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, Портье ключами щелкнет, А дальше, как придется, Жизнь одна, второй не будет, Но пока Волторна смолкнет, Колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока Волторна смолкнет, Колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, По-моему, это было замечательное исполнение, И работает микрофон, И, в общем, правильно. Тут работает, да? Красивый мужчина, Красивая женщина, Лидия Чебоксара, Евгений Быков. Еще раз. У нас антракт 20-25 минут.